Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Коллективная защита предоставленных законом прав работников предприятий». Ведет занятие делегат Российского комитета рабочих Дмитрий Юрьевич Шилов. Здравствуйте, товарищи! Я, как вы уже представили, Дмитрий Юрьевич Шилов, работаю на Буховском заводе. Значит, «Коллективная защита». Ну вот я бы хотел еще немножко вступление такое сказать, да, подвести к тому вообще, почему это так важно. Вот сегодня защита прав работников. Как мы знаем, что сейчас в мире обстановка обостряется, в общем-то, и идет вот спецоперация, там и кризис большой, большой кризис назревает, вот в капитализме противоречия, да, его мы все чувствуем на себе, наблюдаем. Вот, значит, значит, все ухудшается, да, положение рабочего класса. Вот, но и также обстановка такова, что в мире, что международный империализм опять, значит, поднял голову, значит, в виде американского фашизма на экспорт, да, во внешней политике. Вот, значит, взрастил своего пособника, значит, националистического своего сателлита, или так можно сказать, даже не сателлита, наверное, ну, прямого, значит, подчиненное государство, вот, Украина, как не жалко сказать, что это бывшая наша советская республика, украинская, вот, и все это, конечно, ну, направлено, все эти действия против, значит, России, да, ведется, боевые действия ведутся, вот, и также и других стран, в частности, Европы, ну, и социалистических стран, да, вот, Китая, там, значит, империалисты вынуждены, да, вести такую политику, вот, и что хочется сказать, что такие сейчас лозунги звучат, да, в мире, что, значит, против России, против русского народа, вот, и время смутное, вот, и всегда, вот, смутное время, да, вот, которое, когда России, там, русскому народу угрожала опасность, да, люди всегда объединялись, объединялись в ту форму, значит, которая присуща, ну, данному времени, данной формации, вот, и хочется вспомнить и объединение Минина и Пожарского, и при том, что сейчас и, вот, в Польше там тоже какие-то, вот, образуются, значит, ростки, да, вот, которые копают, да, под правительство, да, наше, то есть, как бы, там, типа, правительство в изгнании, что-то такое, в общем, оппозиция какая-то, вот, то есть, слышатся такие русофобские и, значит, антироссийские настроения в Европе, вот, президент Путин объявлен врагом, там, и преступником, вот, то есть, то есть, идет прямая угроза, да, угроза суверенитету, суверенитету целостности государства, вот, и вот в такие времена, вот, народ, рабочий класс, трудное время, да, придумал такую форму объединения, форму защиты, как советы, да, советская форма, да, вот, в Иваново-Вознесенске, и далее эта форма также была применена, значит, ну, нашим народам после февральской революции, и, как мы знаем, благодаря советам свершилась и Великая Октябрьская социалистическая революция, вот, то есть, советы, я хочу сказать, что это наиболее, на сегодняшний день известная, устойчивая форма власти народа в России, вот, которая была на практике проверена, вот, было построено государство, советское, социалистическое, впервые в истории, Великая Октябрьская, поэтому и Великая, что впервые в истории, то есть, подчиненный класс взял власть в свои руки, вот, и это привело к небывалому взлету экономическому, духовному, взлету русского, именно русского народа, я хочу это именно сейчас подчеркнуть, этот момент, что, что для России это было, ну, то есть, такого роста, темпов роста никогда не было, никогда, и это подняло русского человека на такие высоты, что, ну, что весь мир, ну, просто смотрел с восхищением и изумлением на то, что происходило, вот, но, к сожалению, вот сейчас произошел провал, откат, откат назад, вот, и падение, то есть, как высоко взлетел русский человек, да, и я хочу сказать, я хочу сказать и другие тоже, да, благодаря революции произошли и другие, нашей русской революции, произошли и другие революции, и республики бывшего Советского Союза, вот, тоже поднялись на такой же уровень, то есть, мы жили все как в одной семье, в одной стране, вот, ну, и тем, конечно, больнее падать, да, с такой высоты, и, к сожалению, вот сейчас рабочий класс России, ну, потерпел поражение, да, и чтобы, чтобы сохраниться вообще, как народ, как общность наша, вот, русская, да, то есть, нужно обратиться к этому опыту, опыту Советов, первого, да, вот, нашего, и уникального опыта, когда мы имели такие успехи, ну, было бы странно, как бы, и прибегать к какому-то другому опыту, когда есть такое, да, ну, почему-то этот опыт Советов до сих пор еще не до конца, не до конца понят, да, насколько важен он, вот, в такой обстановке нашей, тем более сегодняшнего времени, и вот я так это подвожу, в общем-то, к тому, что первые Советы, они, в общем-то, носили такой, в основном, экономический характер, вот, требования были в основном экономические, вот, то есть, на волне забастовок, стачек, да, то есть, образовались Советы, то есть, ну, и путь, то есть, соответственно, к, так скажем, к развитию, да, нашей страны, нашего народа, лежит тоже через экономику, вот, экономические требования, ну, вот, буржуазное, значит, законодательство, правительство, значит, позволяет, значит, в рабочем добиваться своих прав, вот, то есть, это все отражено в законах, вот, значит, в законе о, ну, в трудовом законодательстве Российской Федерации, федеральном законе о профсоюзах, вот, ну, и также в Конституции Российской Федерации, вот, то есть, в принципе, путь, путь открыт для борьбы, вот, ну, надо сказать, что в законе достаточно много прав, да, у рабочих, да, и обязанности, и прав, все это прописано, вот, ну, не все сейчас рабочие работники вообще знакомы с трудовым кодексом, так что первое, что нужно сделать, это, конечно, вот, изучать, изучать законы, прочитать трудовой кодекс, вот, и, значит, применять, применять его, значит, отстаивать свои права, вот, значит, ну, что, мы знаем, что права сейчас нарушаются зачастую работодателям, ну, поскольку работодатель видит, ну, пассивность такую, в основной своей массе, не скажу, что везде, да, но в основном, вот, то есть, это уже такая обычная практика становится нарушать, нарушать права, да, ну, поскольку ответственность за нарушение трудового кодекса, она, ну, для работодателя не является, как бы, проблемой, вот, то есть, штрафы там в основном, поэтому, поэтому рабочим нужно понять, что права, они декларированы, да, они заявлены, они написаны, вот, но за них нужно бороться, за их нужно отстаивать, вот, ну, вот, формой такой, значит, эффективной в этой борьбе является, конечно, коллективная, коллективная борьба, вот, и для этого необходимо коллективам объединяться в профсоюзы, какие бы они ни были, там, как говорится, желтые, да, тем не менее, ну, на больших предприятиях, вот, создать профсоюз довольно сложно, вот, но про маленькие я не говорю, ну, вот, в основном, конечно, это желательно на больших заводах, да, объединяться, потому что, ну, тогда, возможно, добиться, добиться многого, потому что, ну, чем больше коллектив, и больше, больше силы он имеет, вот, ну, вот, проблема в объединении, то есть, именно, вот, в осознании того, что коллективная, коллективная борьба дает свои, свои результаты, вот, я вот недавно был на Российском комитете рабочих, вот, и услышал достаточно много примеров такой борьбы, успешной борьбы, вот, как в рамках, ну, вот, ну, естественно, в рамках законодательства, да, Российской Федерации, вот, все это мы говорим, вот, о законных правах, вот, но продолжение, значит, наступления на интересы рабочих продолжаются, вот, и будут продолжаться, так как классовая борьба никогда не прекращается, вот, ну, у нас, например, значит, на заводе отменили, или, так скажем, как-то, ну, да, отменили, отменили вредности, вредность сняли, у нас было 3-2 вредность, вот, ну, вот, провели солод, ну, и получилось, что теперь у нас 3-1, действительно, вот, соответственно, лишились надбавок, там, молоко, там, дополнительный отпуск, вот, ну, вот, что делать в такой ситуации, да, ну, в принципе, закон не запрещает, не ограничивает количество дней для отдыха, для отдыха работника, то есть, там, установлено, как бы, минимальное, по-моему, количество дней, да, а максимальное, то есть, не обозначается, то есть, 28 дней, вот, то есть, опять же, это повод для того, чтобы включить, значит, время для отпуска в коллективный договор, вот, то есть, если у нас забрали что-то, вот, то есть, это не повод опускать руки, да, наоборот, я бы сказал, повод для того, чтобы как-то вернуть, или даже, может быть, отвоевать что-то еще больше, вот, то есть, если всем положено, то можно написать по коллективный договор, там, 20 дней после дополнительного отпуска, и если коллектив поддержит это предложение, то, ну, то есть, 50 процентов поддержит это, этот, эти, значит, требования, то, возможно, и удастся договориться с работодателем, или, значит, путем коллективных действий, или еще каким-то, значит, ну, ну, да, коллективных действий, наверное, только, вряд ли просто так, значит, за спасибо, вот, работодатель на это пойдет, ну, также, в основном, конечно, сейчас, вот, что вот у всех болит, это вопрос материальный, вот, финансы, как говорится, поют романсы, вот, денег не хватает, и цены, сами знаете, ничего не рассказывать, все, все видят, вот, инфляция, вот, для этого, конечно, тоже есть, вот, прогрессивный ход такой, значит, когда в коллективный договор включается повышение уровня реального содержания заработной платы, значит, путем индексации плюс энная сумма, то есть, какая-то, вот, чтобы был рост обязательно, потому что, ну, просто индексация, это, как бы, не очень хорошо, вот, как вот тут тоже, вот, есть мнение, да, что индексация, это прогрессивно, и даже в трудовой кодекс, вот, есть даже такие разговоры, да, что включить в трудовой кодекс индексацию, когда, вот, 134-я статья, прямо говорит о повышении, повышении реального содержания заработной платы, это тоже, вот, не все понимают, вот, сейчас, вот, ну, поэтому, вот, задача сознательных рабочих, конечно, вот, беседовать с коллективом, объяснять, объяснять это, что, вот, инфляция, механизмы эти, это, в принципе, это, ну, буржуазного правительства, и это все, в экономике это заложено уже, вот, это не какой-то стихийный процесс, это управляемые, значит, экономические процессы, против которых у нас только одно средство, вот, ну, некоторые пытаются там, значит, вечерить, там, да, выходные дни работать, чтобы как-то это, ну, перекрыть, да, спасаясь, да, от, значит, роста цен, ну, это тоже известно, что, это приводит только, значит, к улучшению здоровья работников, его и настроение падает, и все, и уже на работу не хочется идти, уже воротит от этого, вот, все это уже проходили, вот, поэтому ориентироваться надо на, именно повышение заработной платы, а, если, учитывая обстановку, да, вот, ну, сейчас вот в военно-промышленном комплексе, где-то, значит, повышается, вроде, ну, там, нагрузка, да, растет, то есть увеличивается, ну, я считаю, и рабочий комитет, значит, тоже такие были, там, идеи звучали, мысли, что, значит, вообще нужно требовать запретительной ставки, то есть повышение в три, а может быть, даже и больше раз, да, превышающую норму, вот, работы в выходные, праздничные дни и вечерние, вот, чтобы капиталист уже, ну, тоже думал, что стоит ли привлекать людей, может быть, надо подумать о том, чтобы увеличить производительность труда, да, и как-то заставить, вот, людей работать, да, скажем, то есть начальство, да, и те, кто, значит, по своим обязанностям должен думать о том, как производительность труда, да, увеличивать, вот, ну, то есть, в это время, конечно, ну, мы заинтересованы, как рабочие заинтересованы в том, чтобы, ну, у нас продукция росла, то есть мы поставляли, поставляли продукцию вовремя, все заказы выполнялись, оборонзаказы, вот, поскольку это, ну, сейчас очень важно, вот, но, однако, ну, жертвовать тоже своим здоровьем в ущерб своему здоровью не хотелось бы, и... поэтому есть пути, это научно уже просчитано, что товарищ Золотов, вот, рассказывал, что, что даже, даже при сокращении рабочего дня есть, есть резерв, есть возможности для повышения заработной платы и сокращения рабочего времени, вот, то есть, ну, нужен, нужен, нужен рост производительности, рост производительности труда, вот, это было основным лозунгом и во время индустриализации, вот, когда Владимир Ильич Ленин высказывал эти мысли, что, вот, что нам нужно обогнать, перегнать капиталистов, да, а для этого нужно, вот, чтобы победить, а чтобы коммунизм победил, да, то есть нужно работать над производительностью труда. Значит, ну, вот, я, наверное, знаете, еще вот хотел что рассказать, что вот у меня написан тоже коллективный договор, проект, да, проект коллективного договора, вот, ну, к сожалению, у нас сейчас там реорганизация произошла, и тот проект, который, вот, я готовил для КБСМ, КБСМ, это, вот, предприятие, где я работал, да, его присоединили, значит, к ГОЗу, ну, к Абуховскому заводу, соответственно, его ликвидировали, и, ну, и профсоюз тоже, вот, и сейчас у нас профсоюз уже заводской, новый, и будет в ближайшие дни, ну, и в ближайшие месяцы, там, вот, после Нового года, говорят, что будет перезаключение, вот, договора, поэтому, вот, сейчас такой важный момент, время для рабочих, вот, нужно мобилизоваться в этом вопросе, и, значит, но у меня осталась выжимка, вот, в принципе, выжимка содержит, вот, прогрессивные такие требования, вот, по улучшению жизни рабочего класса и всех работников, вот, так как коллективный договор касается всех, значит, ну, я бы так, может, пробежался по этим пунктам, да, то есть, первое, увольнение работника, то есть, это вот вопрос на сегодняшний день очень важный, поскольку, вот, как вот говорили нам 30 лет, да, работодатели, вот, не нравится, уходи, все, это самое, тебя здесь никто не держит, вот, ну, как только, там, разговоры какие-то, улучшение, да, вот, ну, и к чему мы пришли, предприятия, разорены многие, рабочий класс, в общем-то, ну, истощен, молодежи нету, пенсионеры, большую, ну, большую часть рабочих составляют пенсионеры, в коллективах, вот, и вот эта вот старая байка, да, что вот, типа там за воротами стоят, значит, да, рабочие, да, вот это самое, вот твое место, она уже и не является действительно, вот, поскольку довели уже рабочий класс до того, что лежу, и некому скоро будет работать, если так, так пойдет, да, и, как вот капиталист эксплуатирует рабочих, то есть увольнение, да, по согласованию, первый пункт, увольнение по согласованию с правкомом, это пункт очень важный, потому что, ну, борьба идет на производстве, и, если защиты нету достойной, вот такой защиты, которая прописана в коллективном договоре, вот, это, конечно, печально, потому что, ну, опытом достаточно такого, что, когда от людей, которые от актива, ну, избавлялись, да, работодатели, вот, поэтому, вот, это защита рабочего места, то есть занятость, она очень важна, здесь на первом пункте у меня, вот, ну, вот переход к 30-часовой рабочей неделе, вот, много об этом и копии сломано, и разговоров уже сказано, вот, ну, вот, в условиях специальной военной операции, вот, ну, так сказать, нагрузки, да, увеличенной нагрузки, ну, это требование, оно может быть реализовано в рамках повышения квалификации, обучения работника, вот, значит, обучение, возможно, какие-то, вот, занятия, там, гражданской обороны можно проводить, вот, или, там, не знаю, там, по оказанию первой помощи профсоюзные занятия, вот, ну, и для роста производительности труда нужно новое оборудование современное, а, соответственно, и нужно учиться, чтобы грамотно им овладеть этим, этими навыками новыми, да, то есть понятно, что по-старому уже работать, ну, не везде получается, да, и если государство требует, значит, то нужно будет как-то перестраиваться, поэтому, ну, значит, сокращение рабочего времени приведет к тому, что вынужден будет работодатель внедрять какие-то, современные средства производства, вот, поэтому этот лозунг действительно прогрессивен и с повестки дня не снимается, но нужно как-то так вот это преподнести, вот, и людям объяснить, что мы не просто, значит, хотим меньше работать, да, эффективно, мы за производство, за прогресс, вот, ну, и, значит, повышение заработной платы на индекс инфляции плюс 10-20 процентов, это не предел, поскольку инфляция сейчас, ну, я так посмотрел, вот, там, 14 процентов за год, вот, ну, и то я по калькулятору смотрел, вот, может быть, и больше, я не знаю сейчас, честно говоря. Все равно 12 дает. 12 дает, да, вот, ну, вот, то есть, это, значит, обязательно, да, вот, то есть, вот это, этот прибавка, иначе мы никогда не выберемся из этого, значит, падения, да, то есть, это постоянное ухудшение, то есть, это, даже если инфляция просчитана, да, и компенсирована, то есть, мы все равно, то есть, медленно-медленно сползаем, вот, сползаем, мы никогда не выберемся из, вот, из этого, нашей бедности, вот, такого прозябания, вот, значит, оплата сверхурочных работ, я уже говорил, да, в тройном размере, вот, ну, это понятно, то есть, как бы это, и, если человек выходит в субботу, там, сверхурочно, то есть, получается, что он и лишает, значит, другого рабочего, да, который мог бы, ну, возможно, там, ищет работу, и, то есть, еще в худшем положении находится, чем, чем те, кто работает на заводе, вот, значит, ну, и, конечно, здоровье тоже теряет, я уже повторяюсь, вот, значит, доплата за квалификацию, стаж, смежные специальности, высшее образование, наличие удостоверений по дополнительным специальностям, вот, то есть, эти навыки, то есть, люди учились, да, это же, ну, тоже, значит, они обладают какими-то навыками определенными, и имеют права, значит, ну, опять же, права они имеют, но пока это все не пропишешь и не поставишь вопрос в коллективном договоре, и не доведешь это до, значит, до коллективного спора, да, они так и останутся пожеланиями, вот, у нас сейчас, вот, значит, профсоюз такую, ну, пустил, как бы, письмо, там, вот, что, пишите свои пожелания, да, люди, товарищи, значит, вот, ну, это же не так делается-то, как бы, ну, пожелания, это, как бы, к Новому году, что ли, ну, Деду Морозу пожелания, то есть, это надо, нужно иметь свой проект, вот, тогда это, нет, ну, возможно, конечно, они там и работают сейчас над проектом, то есть, ну, ну, тогда, как бы, обойдите коллективы, там, не знаю, поговорите, там, с людьми, да, вот, если есть, там, инициативная какая-то группа, вот, которая действительно интересуется, да, вот, и хочет продвигать коллективный договор прогрессивный, вот, вот, ну, поэтому, поэтому, товарищи, надо объединяться вокруг проекта, проекта коллективного договора, вот, ну, значит, дальше поехали, это, вот, согласование с профсоюзом решений работодателя, затрагивающих положение работников, вот, то есть, это, вот, тоже очень, ну, хороший пункт, то есть, ну, он сильный, на самом деле, очень, хоть и такой, вот, вроде, коротенький, да, но суть его в том, что любые изменения, да, вот, те, которые касаются коллектива, положение работников, там, численности работников, либо их, ну, перевода куда-то там, ну, в общем, нужно согласовывать с профсоюзом, вот, ну, и увольнение, соответственно, тоже, увольнение и принятие на работу, вот, то есть, в принципе, коллектив же знает, коллектив знает, сколько, как, вот, какая нагрузка, да, нужно сокращать там кого-то или брать на работу еще, вот, то есть, это, ну, очень важно, вот, при том, что есть тенденция у работодателя сокращать, да, при росте производительности труда сокращать количество работников, и это совсем не в наших интересах, потому что тогда нагрузка будет увеличиваться, и ничего не поменяется, нам нужно, чтобы улучшалось положение, вот, то есть, вот такой пункт для этого, ну, вот, да, значит, по поводу солод, да, тоже, вот, непременное участие работников в комиссиях по солод, возвращение и повышение уровня доплат и компенсации, отнятых при проведении солод, вот, то есть, ну, какие здесь варианты, то есть, требовать надо в коллективном договоре, чтобы работодатель проводил повторно, если он, ну, вот, забрал, да, вот, как она проводилась, проводилась она, ну, не в наших интересах, когда, когда все были в отпусках, на больничных, собственно, нагрузки не было нормальной, то есть, как бы, вот, рабочие места не были задействованы в полной мере, то есть, в общем, как обычно, как это и делается, за деньги, приглашается, в общем-то, комиссия, которая уже, наверное, ну, имеет установку, вот, провести ее так, как заинтересован работодателю, вот, ну, то есть, требовать повторного проведения и включать комиссию рабочих, работников, вот, рабочих, которые непосредственно работают на этих местах и не будут подписывать это самое, акты эти и заключения, вот, и будут руководить там и показывать, где мерить, когда мерить, вот, кто как не рабочий знает, как лучше померить так, чтобы, вот, эти приборы показали, вот, как, как истинное положение, да, вещей, ну, вот, значит, ковидные, да, вот, там дела, сейчас, вот, были такие актуальные, то есть, поэтому, вот, тоже, значит, дополнительная страховка включена, вот, в коллективный договор, дополнительная медицинская страховка за счет работодателя, покрывающая дорогостоящие лечения, затраты на лекарства и реабилитацию, вот, ну, то есть, страховка ДМС, очень даже хорошее, хорошее дело, вот, потому что, ну, здоровье-то изнашивается, и что там говорить, и люди многие чувствуют, особенно пенсионеры, вот, раньше нас отпускали, там, ну, можно было уйти, как бы без, ну, без, как бы, за счет работодателя в рабочее время, там, пойти в поликлинику, нашу, как, ну, ведомственную, там, поликлинику, да, ну, договор, 122-я медсанчасть, очень хорошие, там, были, это, самое, врачи, обслуживание, все, ну, не все, конечно, там, они делали, вот, там, какой-то договор был, ну, ДМС не было, вот, а сейчас, ну, пожалуйста, за свой счет пиши, то есть, тебе надо, там, по зубному крачу, то есть, пиши за свой счет, ну, как бы, ну, хорошо, если у кого есть свой счет, да, а у нас-то, у рабочих, живем от получки до получки, и, как бы, ну, это, все это давит, конечно, вот, на рабочих, и, вот, это ухудшение, ухудшение, оно, но, люди, вот, ну, как бы, говорят, вот, там, ты, это самое, там, вот, скажи, там, напиши, но, опять же, вот, тоже наша, наша такая беда, что сознание еще пока, пока, вот, нет такого, значит, понимания, что, вот, что никто не сделает, то есть, ну, представительство, вот, это, вот, значит, один человек ничего не сможет, какой бы, там, договор не был хороший, там, там, ну, как бы красиво, там, ты не говорил, там, и, значит, это, ну, не убеждением, убеждением не заставить капиталиста расстаться, да, с прибылью, вот, никакими уговорами это не сделать, вот, поэтому, поэтому дело это коллективное наше, общее, вот, коллектива, это надо осознать, активно обсуждать, вот, те пути, предложения в коллективе, да, как можно улучшить, что именно улучшить, и как, вот, то есть, именно коллективная борьба, и поэтому он называется этот договор, коллективный договор, и этого тоже не везде, еще, ну, это осознанно и понято, что, что люди приходят, что вообще не знают, что есть такой коллективный договор на предприятии, и для чего, что, зачем это, вот, и я не знал, в принципе, тоже, когда, ну, ну, знал, там, что, что-то вроде трудового кодекса, что, чего там, ну, никто его в глаза не видел, там, что-то расписался, и все, вот, значит, ну, вот, а важность его очень высокая, потому что это единственный, единственный документ, по которому мы можем что-то изменить, то есть, это наша конституция, да, наш закон, то есть, мы тут, ну, не в думе, нас туда не пускают никогда, никогда туда не, это самое, рабочих туда не пускают сейчас, вот, как вот Виктор Аркадьевич выступал, я смотрел, что были когда-то там рабочие, да, вот, это самое, потом все меньше и меньше стало, а сейчас вообще нету никого, вот, поэтому путь нам туда закрыт, а завод, производство, это наше маленькое государство, вот, на котором мы можем достучаться, мы можем объединиться, у нас есть права, у нас есть, мы можем защищать их коллективно, вот, это вот прямой путь нашего улучшения нашей жизни, наша демократия, производственная, там, заводская, рабочая, рабочая демократия, ну, в смысле, что это самое, ну, в таком смысле, в простом, вот, значит, экономическом. Значит, ну, и тут еще, значит, несколько пунктов у меня, вот, по поводу пенсии, да, то есть пособия, да, про ребенка, да, вот, хочу сказать, что, вот, рождаемость надо поднимать, вот, а как их поднимать, значит, ну, нужно гарантии, нужна защита семей, которые, вот, решили наше непростое время, да, завести детей, вот, значит, их надо поддерживать, вот, коллектив должен об этом заботиться. заботиться, то есть предлагаю пособие по уходу за ребенком до трех лет выплачивать в стопроцентном размере, вот, ну, стопроцентного заработка ежемесячного, среднего, вот, значит, формирование накопительной пенсии для достойной жизни на заслуженном отдыхе, вот, как это, вот, сделано у Ковалева, там, вот, у этих самых авиадиспетчеров, вот, очень, там, серьезные пенсионные, значит, защиты, да, достойные пенсии, и, в общем, достойные жизни, да, на пенсии, вот, то есть, почему бы не использовать этот опыт, и люди, которые отработали, там, десятки лет, десять лет на заводе, имеют право на достойный отдых, вот, тем более, что государство об этом, мягко говоря, позаботилось в обратную сторону, вот, но, опять же, у нас есть возможность, и пенсионеры достаточно большой часть, да, среди рабочих, вот, поэтому тоже это сила, да, которая, ну, то есть, это может людей сподвигнуть на то, чтобы приняли участие в коллективных действиях, да, за то, чтобы обеспечить себе достойную старость, вот, и также никто не ограничивает, закон не ограничивает выход на пенсию и в пятьдесят пять, и в шестьдесят лет, вот, то есть, ну, опять же, это надо закрепить в трудовом кодексе, и также потребовать у работодателя выплат и пенсии, и пособий, и при выходе человека на пенсию выплачивать тоже определенные суммы, ну, как бы трехмесячные, или пятимесячные, ну, это уж как, как договоримся, вот, ну, и вот, заканчивая, да, вот эту выжимку, да, и, значит, в конце вот такая товарища, проект станет коллективным договором посредством активных общественных действий, поддержки более половины численности работников, вот, ну, а дальше работа с коллективами, значит, ознакомления, беседы, вот, за, и агитация за этот проект, коллективного договора, чтобы перейти к коллективным действиям. В связи с идущей СВО на Украине правительство выпустило постановление о возможности использования особых условий труда, в скобках, существенное, жестче, чем ТК, для предприятий, выполняющих оборонный заказ. Как вы это расцениваете? Насколько урезаются права трудящихся? Ну, дело в том, что, ну, я, конечно, не специалист, там, да, вот по военному делу, и насколько это действительно важно, да, эти заказы нужны, нужны эти фронту, вот, то есть, в принципе, как, поскольку идет борьба с фашизмом американским, то есть, интересы рабочего класса в этом, то есть, мы заинтересованы, как рабочие, да, в победе, значит, над американским фашизмом, вот, поэтому, поэтому, в принципе, в принципе, мы поддерживаем, значит, политику правительства в этом вопросе, но интересы рабочих тоже должны быть учтены, вот, при том, что необходимо, чтобы было выделено время для отдыха, да, то есть, если дополнительная нагрузка, да, то есть, после проведения специальной военной операции, или, ну, возможно, дополнительная отпуска какие-то, или если она еще не закончится, но все равно, чтобы люди не работали на износ, вот, то есть, чтобы сохранить, сохранить рабочий класс, вот, ну, в таком виде, в бодром, как говорится, работоспособном, производительном, вот, как-то так, наверное, ответил, насколько урезаются права трудящихся сейчас, вы знаете, ну, я большого, большого давления пока незаметно, да, что у нас, допустим, на производстве, вот, ну, не больше, чем обычно, то есть, не проводят, ну, индексация не в полной мере проводится, вот, ну, как бы, пока, пока, знаете, еще такого, как бы, перестройки такой еще пока нет сильной у нас. Следующий вопрос. Какой профсоюз на сегодня вы бы посоветовали взять за пример изменения «Умение организовать коллективную борьбу»? Какое? Умение. Умение организовать коллективную борьбу. Да, например, умение организовать коллективную борьбу. Ну, мы все знаем опыты профсоюза докеров и авиадиспетчеров, ну, наверное, на сегодняшний день вот это остается примером для рабочих, вот, эти коллективные договора известные, в общем, их, они требуют изучения и применения, да, этот опыт, применения на практике. «Приведите примеры успешной коллективной борьбы работников за сокращение продолжительности дня». Ну, вот, опять же, вот, обращаемся к опыту авиадиспетчеров. 30-часовая рабочая неделя – это большая победа работников. Ну, значит, так, второе – это три самые примеры, да? А, примеры за повышение реального содержания заработной платы. Ну, вот, вот у нас товарищ Калевит Валентин Владимирович проводили переговоры у них на предприятии, вот, и удалось им, удалось им включить, то есть, в коллективный договор, значит, небольшую, правда, но, но все-таки. Ну, я считаю, в наших условиях, что вот, насколько сейчас рабочий класс так это деморализован, вот, это все равно победа, пусть хоть маленькая. Ну, это я имею в виду за последнее время. Ну, вот, а так-то, ну, известные примеры тоже есть. Владивостокский морской торговый порт. Да, вот, это самые докеры. Пока что впереди в этом вопросе. Ну, опять же, говорит об этом, что их слаженность, их характер, труда, бригадный такой настрой. Вот. Есть, почему, да, да, конечно, вот нельзя опускать победы врачей, врачей наших, они хоть и не рабочие, но вот достойные тоже примеры показывают мужество и смелости, борьбы, успехов в своей борьбе. То есть, был вот и в Перми, товарищ Бобинов тут рассказывал успехи, вот, о скорой помощи. Вот. То есть, есть, есть примеры. Вот. Так что, тоже их, конечно, надо бы еще поизучать это, как-то подразобраться в этом. Вот. Чтобы использовать их опыт. Можно ли обрастовать на предприятиях оборонно-промышленного во время СВО? Ну, насколько я понимаю, да. То есть, сейчас не объявлено специально, ну, как бы это военное положение, вот, которое прописано, значит, там, эти самые, при военном положении. То есть, они сейчас не действуют, эти законы, поэтому запрету такого нет. Так, все, вопрос и закончилось. Есть и записавшийся на выступление. Витар Акаевич Телькин, пожалуйста. Дмитрий Юрьевич, спасибо за то, что он с нами поделился мыслями правильными и интересными. Коечего нового, может быть, мы обслушали, так. Ну, а сама тема-то, она вечная, понимаешь, она действительно в центре внимания, потому что только коллективная борьба может чему-то, значит, привести. И в этом плане я бы, вот, хотел, значит, поделиться, кое-что, может быть, не согласиться с Дмитрием Юрьевичем, значит, по тем вопросам, которые сегодня являются актуальными самыми, да. Ну, скажем, спецоперация идет и особые условия труда правительства вводят, короче. С одной стороны, конечно, мы согласны, что, значит, борьба с фашизмом, особые условия, тут приходится идти на то, чтобы на оборонных предприятиях и на тех, которые просто заказ выполняют для армии, значит, в целях скорейшего, безусловно, выполнения и прочего, надо идти на определенные меры. Но при этом я думаю, что профсоюзам надо усилить деятельность там втройне, значит, по целому ряду причин. Во-первых, потому что, я думаю, сплошь и рядом под эту сурдинку будут закручивать гайки и там, где можно, так сказать, нормальным способом решать вопросы, да, и будут сейчас ссылаться на особые условия и так далее и тому подобное. Да, это вот первое. Второе, потому что мы знаем, что и так урезают, снимают и особые условия, и вредности, и черт знает что. А это износ организма, поэтому если закручивают гайки, особые условия вводят, то должны, значит, и определенные меры принимать для того, чтобы, значит, и, наверное, дополнительную медстраховку вводить, там, и какое-нибудь там лечение, обслуживание, додок пойти, там, и черт знает что по этим делам. Это должно, ну, озаботить все профсоюзы, всех систем. Вот этого мы пока не видим, хотя, в общем-то, пробуем еще и своих товарищей ориентировать профсоюзом, посоветовать и прочее. И еще один момент в этом, в этой же, так сказать, в этом ряду. Если разрешается ужесточать требования к рабочим, к наемным работникам вообще, то, наверное, справедливо, значит, усилить требования и к так называемым работодателям. Ну, даже задержка зарплаты должна расцениваться в этих спецусловиях, как, значит, пособничество врагу. Вот этого тоже пока нет, не смотрится и прочее. Второй момент, который я просто просил бы, просил бы, мне этот вопрос прозвучал, Дмитрию еще взять на заметку, что, конечно, вот в таких наших разговорах, лекциях, тем более, надо, ну, просто постараться изыскивать конкретные примеры конкретных профсоюзов, которые что-то умеют. А мы с вами, там, десяток, о которых больше лет говорим, вот докеры, вот там авиадиспетчеры, вот авиадиспетчеры, ну, с докерами это уже не так, да, они с былых позиций скатились, сдали там и черт-то знает. А авиадиспетчеры пока, пока держатся за счет особого собственного положения, значит, в этой производственной цепочке, где они там находятся. Молодцы, конечно, но все-таки, поэтому чрезвычайно нужны примеры и опыт обычных предприятий, машиностроительных, так сказать, там, обрабатывающих промышленностей и прочее, прочее. И еще раз, вот, связь с текущим моментом. Сам президент вынужден признать, что у нас реальная зарплата отстает, так сказать, от темпов инфляции, грубо говоря, нещает, люди-то нещают, понимаешь? А на этом фоне находит возможным. Тоже повышение тарифов ЖКХ будет раньше произведено, с 1 декабря. И причем, будь здоров, там, до 9% загонится. Это требует, ну, каких-то ответных мер, по крайней мере, в пропаганде. По крайней мере, нечего молча кивать, все спишут и на особые условия, и на войну, и на спецоперацию, и на американский фашизм. Ни хрена себе. А количество вообще миллиардеров, оно все равно растет, и их совокупный капитал прибывает, ничто иметь. Они наживаются на этой войне, так? Вот этот вопрос. И, в заключение, я бы хотел уже просто посоветовать, и категорически не согласиться вот с тем тезисом, который Дмитрий Юрьевич провел, относительно того, что нас в Думу не пускают, поэтому, ну, что же делать, давайте мы будем тут на заводах стараться, здесь наш, наши государства. Дмитрий Юрьевич, это теоретически вредный тезис, вы вспомните тот же первый совет. С первого дня заводчики, заводчики, испугавшись забастовки в Иваново-Вознесенске, выдвинули тезис. Каждый фабрикант разговаривает с депутатами своего завода, да? А рабочие держались формулой, все со всеми. А если дальше продолжать эту цепочку, то это класс на класс в масштабах всей страны. А вы предлагаете, нас не пуская, давайте сложим крылья, будем каждый, каждый на своем заводе со своим фабрикантом. Это отступление, это сдача позиций, понимаешь? Нас не пускают, мы должны бороться, мы должны прорваться, мы должны выйти на эту трибуну. Ведь не для того, чтобы там очередной Шандыбин и Тюнкин в Думе были, а для того, чтобы трибуна была, с которой можно было всех позвать к общей борьбе. Об этом идет речь. В этом плане я советую посмотреть. И вместе нам всем, значит, подумать, как вот это дело прорвать. Ну, так, спасибо, конечно, будем дальше эту тему отслеживать. Дорогие товарищи, в заключение хочется сказать, что, ну, рабочая партия никогда не останавливалась на экономической борьбе. И только, значит, не ограничивалась этим, я вначале тоже сказал, что это путь, это момент. Экономические требования – это момент, как и момент борьбы классовой, вот, как и у Иваново-Вознесенских рабочих в свое время, тоже все начиналось с экономической борьбы. Поэтому момент сегодня, товарищи, такой, что вот рабочим хочу пожелать и напомнить, что сейчас действительно вот все понимают, в том числе и буржуазное правительство, и президент об этом говорил, что вот без рабочих, ну, я сейчас не помню, как он говорил, но он намекал, что это самое, там, что без рабочих, то есть воюет рабочий класс в основном, да, на Донбассе кто поднялся – рабочие, вот, кто в тылу делает все, в общем-то, все, как уют, да, оружие для победы, рабочие, рабочий класс, без рабочих сейчас никуда, и наш, как говорится, сейчас выход, да, наш звездный час, можно сказать, потому что сейчас такой момент, что по-старому уже не получится, то есть так же разговаривать, да, и про все, давай, до свидания, не нравится – уходи. Да, 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 потому что так может повернуться, что и самому человеку придется уйти, да, кто так говорит. Да, да, поэтому, поэтому, товарищи, надо набираться решимости, смелости, выходить на переговоры, значит, требовать коллективно, вот, ну, даже в каких-то небольших вещах, да, то есть, как бы, вот, даже пойти, там, потребовать к начальнику, да, цеха, там, даже, вот, не одному прийти, а втроем прийти, что-то, да, попросить, там, что-то, то, что положено, да, по закону, вот, что прописано в коллективных договорах, вот, потому что контроль над выполнением тоже, я вот, забыл сказать, что… И контроль тоже важен, потому что даже и заключенные договоры не выполняются сплошь и рядом, поэтому защита коллектива, да, ну, коллективная защита своих прав, она всегда имеет во много раз больше эффекта, чем одиночная борьба. Вот, поэтому, вот, дорогие товарищи, пожелаю нам всем успехов в этой борьбе, вот, и всем интеллигентам, которые готовы помогать, служить рабочему классу, помогать в этой борьбе, тоже огромное спасибо. Вот, спасибо за внимание. Спасибо, Иван Дмитриевич. Объявление, следующая лекция, следующий четверг, 17 ноября. Тема занятия – политическая оценка изменений российского законодательства в связи со специальной военной операцией. Ведет занятие первый секретарь ЦК РКРП, товарищ Маленцов. Встречаемся в следующий четверг. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok